75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Севастополь встретил без официального символа «Города-героя». Обелиск «Штык и парус» был возведён в соответствии с положением о почётном звании «Город-герой», утверждённом указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года. Несмотря на такой статус, «Штык и парус» уже более 10 лет находятся в абсолютно непотребном состоянии. Об этом с возмущением говорит Иван Чиж, внук автора барельефов, великого севастопольского скульптора Станислава Александровича Чижа. Это не только на дедово творение обидно. Каждому севастопольцу обидно смотреть, что наш символ города, который встречает гостей данного города в таком состоянии. Это не только потому, что это чужеское Слава Александровича творение, а это всех нас, севастопольцев. Два года назад, 13 июля 2017 года, Дмитрий Овсяников, находясь в предвыборном состоянии кандидата в губернаторы, обещал привести обелиск в порядок максимум за полтора года. Город без внимания наш памятник не оставляет. Ещё в прошлом году, в конце декабря, были заказаны инженерно-технические исследования. Вот они. До конца года мы проведём работы по изданию проектно-сметной документации, по приведению нашего памятника в состояние, лучшее даже, чем он был, когда он создавался 3 ноября 1977 года. И до конца 2018 года проведём все эти работы. Ориентировочный объём работ – это 100 миллионов рублей. К концу 2018 года горожане увидят надёжное, красивое место, где можно будет гулять и безопасное. Подчеркну, что 13 июля 2017 года у правительства города уже были официальные результаты обследования обелиска и прилегающих площадок. Работу выполнил севастопольский стройпроект. О дальнейших перспективах тогда рассказывал Андрей Чибисов, в то время директор департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Сейчас по результатам обследования мы разработаем проектно-научную документацию. До конца года пройдём все необходимые экспертизы и со следующего года начнём реставрационные работы по восстановлению памятника. Я думаю, что к концу следующего года мы его откроем уже для жителей города Севастополя как место возможного посещения и отдыха. Однако конкурс на определение подрядчика для разработки научно-проектной документации по реконструкции объекта культурного наследия «Обелиск» городу-герою Севастополю был объявлен лишь спустя четыре месяца. Государственное казённое учреждение Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства только 16 ноября 2017 года разместило объявление на сайте госзакупок. 8 декабря определили победителя. Им стало общество с ограниченной ответственностью, архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» из Санкт-Петербурга. Контракт на разработку проектной документации был подписан 22 декабря 2017 года. Его стоимость 12 миллионов 799 тысяч 999 рублей. Согласно контракту, питерские архитекторы должны были представить разработанную документацию до 1 августа 2018 года. Причём срок был поставлен уже с учётом времени на получение всех согласований, проверки по считанной стоимости строительных работ и государственной историко-культурной экспертизы. Таким образом, после 1 августа прошлого года можно было бы уже объявить конкурс подрядчика на реконструкцию и теоретически к середине сентября начинать ремонт штыка и паруса. Но ремонт не начат до сих пор. Связавшись с директором архитектурно-реставрационной мастерской «Вега» Еленой Шаровой, мы выяснили, что в настоящее время проектная документация, оказывается, только проходит согласование все в наследии. При том, что готова она должна была быть 9 месяцев назад. В чём же причина? Обратимся к контракту. После его заключения ещё в 2017 году правительство Севастополя обязано было выплатить питерским архитекторам аванс 3 миллиона 840 тысяч рублей. Но, имея многомиллиардный городской бюджет, не заплатила ни копейки, как сообщила Елена Шарова. Только спустя почти год после заключения контракта, 8 ноября 2018 года, севастопольские чиновники подписали дополнительное соглашение, в котором признавали отсутствие платежей и обязались отдать деньги, уже всю стоимость контракта. Но заплатили в итоге или нет, директор архитектурно-реставрационной мастерской «Вега» Елена Шарова не сообщила. Нужно, наверное, сказать спасибо людям, работавшим даром. Но все сроки разработки документации и, соответственно, дальнейшей реставрации были сорваны. Юбилей освобождения Севастополь встретил с полуразрушенным символом города-героем. Это как раз и видно отношение правительства, того, которое сейчас руководит городом, отношение к нашему городу непосредственно. И добавить к этим словам нечего. Елена Анисимова, Юрий Реутин, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.